всем привет 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 добро пожаловать на мой канал добро пожаловать в аэропорт анталия терминал номер один я прошла все контроли он за моей спиной личный контроль называется вспоминайте попадаем сразу же в зону duty free я ничего покупать не планирую ну и поэтому я пройду это все мимо насквозь особо не заморачиваясь что я делаю вообще в аэропорту вы понимаете я улетаю и раз я зоне duty free то улетали я естественно за границу куда-куда-куда лечу я россию не спрашивайте у меня зачем я лечу насколько я лечу потому что могу вам ответить на первый вопрос зачем я лечу это я лечу за тем чтобы поделать кое-какие дела не надо ничего сочинять не надо ничего выдумывать вылетаю не потому что у меня нет внж у меня есть внж до августа следующего года этого года уже этого года не нужно мне вылетать и влетать не придумывайте давайте давайте остановимся на том что я лечу в россии для того чтобы купить продукты у кого-то этот вариант устраивает мы по оценкам моим моих зрителей вечно голодные только делаем что едим 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 и ездим по отелям ну пусть так и будет не буду никого разочаровывать считайте что я еду за продуктами насколько еду пока все продукты не куплю не знаю не могу вам сказать у меня есть определенные сложности по документам я буду в россии по документам я просто буду ждать когда они будут готовы на это потребуется некоторое время смотрю смотрю какая стойка у меня пока нету информация будет 8 40 только утра тогда когда закончится регистрация на рейс в аэропорту малолюдно совсем недавно я здесь была буквально чуть 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 больше месяца назад ничего не изменилась народу так по-прежнему мало на паспортном контроле быстро на регистрации быстро очередей никаких ну давайте посмотрим на аэропорт вот например какая-то кафешка не знаю какая принято принципе цены везде одинаковые видите все в евро у нас все в евро в общем как во всех аэропортах мира в аэропорту очень очень дорого так кругом до кифри люди что-то покупают не знаю как то я не хочу ничего с собой таскать и в общем то наверное ничего и не надо хотя не факт так люди прям так вот отдыхают видимо них не скоро скоро рейс пройдемся немножко вокруг посмотрим что тут и как вот обратите внимание карта юнион пей принимается к оплате теплаунс ну да карты юнион пей принимаются во всех практически во всех магазинах и даже юнион пей любого банка не не обязательно там какого-то иностранного банка это может быть и наш газпромбанк я точно знаю что вы карты здесь работают но возможно не во всех магазинах они срабатывают можно найти кстати вот здесь вот есть место для курения уже показывала кому интересно вот там вот люди курят там есть вытяжка народу как я уже говорила не очень много в аэропорту все наряжено у них все еще новый год но у нас тоже что у нас только что праздники закончились вот так вот кафешки пустые народу особо никого нет чем как-то в как-то все вот так вот так пойду к я присяду и расскажу вам про авиакомпанию который я сегодня полечу и поговорим опять о багаже о правилах провоза багажа русной клади так далее сейчас я найду где-нибудь местечко присаду и пообщаюсь с вами нашла местечко где присесть вместо много конечно мы так постаралась чтобы поменьше людей подала в кадр потому что ну вот зачем а зачем зачем зато посмотрите какой прекрасный вид за моей спиной из окна мы потом подойдем поближе посмотрим теперь давайте поговорим о компании который я лечу в этот раз я лечу авиакомпании пегасус почему я ей лечу почитаю конечно победу потому что мне удобно ну и это авиакомпания самолеты прилетают уже во внуково тоже все очень хорошо что что еще почему еще меня привлек этот рейс это этот именно этот перелет во-первых цена она оказалась меньше чем у победы и причем меньше ну 1000 на 3 на 4 мы пенсионеры должны экономить во всем вот и что еще и у этой авиакомпании утренний рейс вылет в 9 40 утра то есть я если не будет никаких задержек как у то они у то не было задержка там порядка двух часов из сараева и потом по стыковки еще два часа короче они в общей сложности летели 12 часов вот ну потому что у них стыковки и все такое вот я если не будет никаких задержек прилетаю где-то около половины третьего дня и у меня еще есть время чтобы попасть собственно туда куда куда мне надо попасть сделать как раз свои дела в официальном в официальных конторах будем так говорить они еще работают я надеюсь что я успею ну если нет значит начну дела делать завтра утром еще что мне понравилось сейчас вот в пегасусе у них багаж ручная кладь можно провозить с собой до 10 килограмм и размеры ручной клади они гораздо больше чем в победе в победе вот эти вот калибраторы которые там оси пупаньки вот а в пегасусе калибраторы есть но они не стоят на международных рейсах они стоят на внутренних и когда таня летала внутренними рейсами в стамбул то у них калибраторы были но глаз наметаны у сотрудников и они кого-то отправляют на вот этот вот контроль габаритов кого-то нет и некоторых взвешивали потому что здесь есть ограничение по весу 10 килограмм то есть багаж ручная кладь 10 килограмм у меня никто ничего не взвешивал пока и не думаю что будут взвешивать уже при входе в самолет но имейте ввиду но у них вот такой вот есть нюанс очень важный если у победы в калибратор нужно можно запихнуть не мне это несколько вещей главное чтоб калибратор поместилась ну то есть там сумка два пакета и главное чтоб калибратор закрылся то у пегас суса у них по этому поводу очень строго у них только одна вещь может быть ручной клади то есть никаких других быть не может ну вот у меня еще кроме того есть вот сумочка такая конечно это это не считается ручной кладью и вот мой чемоданчик собственно чего там в нем лежит там лежит моя куртка которую я по прилету одену на себя потому что в москве холодно ну не настолько как которые когда были такие сильные морозы что все там замерзали сегодня потепление идет снег надеюсь что из-за снега задержек не будет но теплая куртка конечно мне будет нужно так насколько лечу я уже сказала что не знаю пока не поделаю дела мне нужно подать кое-какие документы и дождаться результата ну и по факту буду уже покупать обратные билеты чем планирую заняться да ничем ничем конечно я пройдусь по магазинам конечно я там сделаю какие-то закупки какие-то подарки внукам они ждут что хотят хотят конфет и хотят шоколадок любят они всякие шоколадки российские прям вот обожают как мы им там дозировано выдаем это не знаю что мы им там все это вывалить за кучу этих конфеты и шоколадок на эти дети ешьте нет конечно не так все это дозировано выдается но тут были выходные праздники и все они так под лопали будем так говорить и говорит не бабушка ты мало конфет привезла я правда их не ну не так много привезла поэтому в этот раз я планирую купить конфетки шоколадки и что-то там еще в магазинах в общем посмотрю из продуктов так особо ничего не надо хотя буду повторяю вам буду придерживаться официальной версии что я еду за продуктами но на самом деле мне много так ничего не надо потому что там еще стане из боснии привезла нашу их это мои любимые колбасы я же обожаю колбасу и колбасный человек я не могу без колбасы вот а в турции как вы знаете ли колбаса ну дадам далеко от совершенства наших вкусов вот ну и чтобы жить я конечно буду ильи обязательно пойдем галли в гости потому что прошлый раз нам с ней не удалось посидеть мы все хотели с ней посидеть там поболтать там ирина бы пришла мужчин там вкусненькая вы приготовили кому какой-то праздник какое-то действие выпить по рюмочке но в тот раз не получилось потому что я вот заболела и надеюсь что в этот раз получится прошлый раз я когда летела я вам поговорю рассказывала говорил что я боюсь лететь в россию вот у меня был внутренние такие предчувствия что ну не все так хорошо и гладко пройдет в этот раз у меня предчувствий никаких нет ну поживем увидим уже никогда не говори никогда но в этот раз я лечу без всякой боязни хотя многие опять болеют и илья у меня тоже кстати только-только переболела и вот вышел недавно на работу ну что поделать ну надеюсь что что все обойдется все будет хорошо давайте пойдем посмотрим на прекрасный город на рассвет солнце уже встало и посмотрим на эту красоту смотрите как красиво освещаются горы там уже снег ну вы знаете мы недавно туда ездили в сокрукент но к сожалению снега было мало но вот сейчас были дожди и здесь у нас были дожди там конечно были снегопады потому что снегом под навалило и в принципе уже можно туда выезжать кататься на на чем а лыжах на сноуборде на чем угодно на санках вот вот такая вот красота очень красиво сейчас все это выглядит кстати людей за моей спиной прибавили посмотрите там какая очередь сейчас будет объявлена посадка на рейс тоже пегасуса летит берут я не рассказала вам о том что у пегаса тут также можно купить места как и победы то есть эта компания тоже ноукостер и у нее все движения тоже за отдельную плату то есть если вы хотите соответственно сидеть у кошка вы должны то место купить я не покупала мне чудо лету и тали кстати шестой ряд место д то есть это место в проходе и меня это меня это устраивает вот прям вполне устраивает единственное я не буду снимать виды из иллюминатора но я думаю что это в общем-то не особо ваш еще вам не рассказала досмотр личный мне в этот раз не работал вот эта вот штука знаете где становится что так вот ручки вверх на меня в этот раз все все плиток меня заставили снимать обувь хорошо ну там дают эти носочки одноразовые хорошо что у меня с собой была ложка я опытный путешественник поэтому ложка со мной всегда мне крайне неудобно обувать обувь из-за того что у меня не сгибается нога но из-за того что там сломана банально не такая мобильная и на 5 лет на себя уже достаточно проблематично проблемой здесь была еще не только в этом что поделить эту обувь а еще и в том что там негде сесть то есть от слова совсем либо придем босиком вот до места где ожидает все это достаточно далеко либо как-то пытаешься на северной пялить вот в каком-то таком крайне неудобно положили у меня справилась ложку помогло поэтому она не так много весит поэтому если у кого-то проблемы с тем чтобы одевать и снимать обувь вот бой вам совет брать с собой ложечку ну что вот я прилетела даже получила багаж сегодня на паспортном контроле все очень быстро видимо только нашлись видите больше никто нигде багаж не получает поэтому все очень быстро я забрала свой чемоданчик и иду вот через зеленый коридор смотрю всех отправляют на досмотр ну может не всех не знаю и дедис должен меня сейчас встретить иду на выход кого-то посылают на досмотр на дополнительный у меня спросили откуда я прилетела не летела я или транзитом из стамбула в ранении не вот вот в анталии и все здесь можно симки купить можно что такси заказать 8 полный фарш так выход прям вот здесь но я пока в тепле постою потому что денис еще не приехал ну давайте сделаем так я прилетела вы ведь видели как я улетал аэропорту аэропорт анталии и теперь вот аэропорт внукову москвы я с вами прям здесь сейчас попрощаюсь увидимся с вами в следующем видео потому что мне нужно сделать кучу звонков увидимся с вами в следующем видео и всем пока пока